Субтитры сделал DimaTorzok А вот это он лежит, не возрождается, смотрит с того света, куда же я ставлю мины на следующий рейд. Чё ты подсматриваешь? Возрождайся, давай, уёбывай отсюда. Вопрос номер один. Разрешение на войсмод имеется? А кто сказал, что у меня войсмод? У меня сейчас занят был, ты меня отвлёк. Верни обратно, если строиться хочу. Отлично, войсобус. Это был краткий экскурс того, что происходило в прошлом видео. Вот так вот одним действием он успел нарушить уже два правила администрации. Первое, это разбор своих жалоб, который ему не разрешён. Второе же правило запрещает админам выдавать наказание без причины, доказательств нарушения, или же по личным причинам, ну, если я кому-то чем-то не угодил. А в смысле, ещё двух минут не прошло, ты уже рассказываешь про нарушения. Чё за спойлеры? Это не спойлеры, это даже не то, на что стоило бы обратить внимание, потому что это очевидно. А помимо этих двух нарушений, тут будет и так на что посмотреть. Помните, когда я часто записывал рубрику «Проверил админа на своём серваке», я говорил вам, что я морально истощаюсь, беднею, когда снимаю такое вот подобное говно. Так вот, тут то же самое. Просто там были наборные админы, а здесь донатные, и больше никакого различия нету. А вот вам ещё один небольшой спойлер. Пожалуйста, не бейте саными тряпками, он ни на что сейчас не повлияет. Сегодня в ролике ничего нового. Очередная донатная грязь, и тупоголовые тюбики получают пизды за обуз своих админок. Если что, сервак, на котором я играю, MagicRP. Вы можете ввести промокод на донат из описания, поэтому заглядывайте. Свои жалобы, кто может разбирать, давайте вспомним, пожалуйста. Я кое-что уточняю, ребят. Я тут решил посоветоваться у админов, какая привилегия имеет и не имеет права разбирать свои ЖБ. Мне вроде бы вызвался помочь один из админов, но чё-то помощь его закончилась на том, когда я включил микрофон. У меня только вопрос. Разрешение имеется на войсмод? Да, да, и ещё раз да. Только ответишь на вопрос? Наборный? Пингоните меня в ДС. Пингони, Артура, он тебе ответит. Скинь стимэйди. I want that. Пингони меня. Напиши Артуру в Дискорде, он тебе ответит. Пингоните меня, я сам посмотрю. Артуру напиши, он сейчас сам сказал, чтобы ты это сделал. Вы уверены? Уверен. Айдишник мой, скинь, и всё. А я же весь сейчас напишу. Ну, я ведь этого и добиваюсь. Ты наборный, нет, ты можешь ответить? Всё, ты свободен. Ну, ты помочь пришёл вроде бы, ты можешь ответить на вопрос? Ну. Наборный ты? Нет. Тогда ладно. Зовём нарушителя, чтобы вежливо попросить выдать себе наказание за нарушенные два пункта администрации. И всё, на этом всё. Больше ничего не требовалось. Но тут начинается внезапно снова какая-то хуета. Какой-то ебучий цирк, пятикратно переваренный кал из Дарк РП. Меня, видимо, приняли сначала за какого-то моего микро-последователя, который бегает, читает правила и заставляет их учить другим. Ты нарушила АХ-11 и АХ-5. Чем же? Давай объясняй теперь. Саморазбор, улыбка? Саморазбор чего? Ну, он свою жалобу разбирает. Да, промокодики на донат это, конечно же, круто. Но что может быть лучше какой-нибудь новой купленной игры в Steam, которая только недавно вышла? Тем более, новая игра на твоём аккаунте принесёт тебе куда больше положительных эмоций, чем очередной аккаунт с админкой и дабл баррелом. Но в данный момент с пополнением счёта есть некоторые трудности. А я пришёл, чтобы решить эту проблему и закинуть вам контент. Поэтому представляю вам сервис SteamUp. Здесь ты можешь пополнить свой баланс Steam'а и это делается совершенно просто. Для пополнения от тебя требуется следующее. Твой логин Steam'а, аккаунт которого ты хочешь пополнить. Указать сумму, выбрать способ оплаты и вуаля, деньги на твоём счету. Никаких паролей и прочих личных данных не требуется, поэтому твой аккаунт остаётся в безопасности. Но и самое главное, ты можешь здесь пополнить российский или же СНГ аккаунт Steam'а. А в группе ВК SteamUp постоянно проводит розыгрыши или же конкурсы с опросами, за которые люди получают подарки. Ну а теперь переходи по ссылке и пополняй аккаунты со SteamUp. Ты прервал процесс РП мой, без доказательств и безосновательно. Забонил меня? Саморазбор, улыбка? Зови. Я тебе задавал вопрос. Имеется ли у тебя разрешение на лоисмод? Ты меня игнорировал. Я тебе выдал за эту лоисмодушку. Саморазбор, улыбка? Саморазбор. Саморазбор чего? Потому что я увидел это нарушение. Не-не-не, он свою жалобу сейчас разбирает. Я тебе сказал, чтобы ты меня вернул и тепнул, как я сделаю дела. Ты проигнорил и молча выдал бан. Потому что ты меня игнорировал, мой вопрос я тебе выдал. Я тебе конкретный вопрос задал, и если ему ответить... Какая проблема? Что я сейчас в РП занят, и меня надо... Можешь? Соси? Это не РП ситуация, когда ты что-то подстроишь. Стоп. Почему? А при X полных целях. Почему демодератор разбирает жалобу до админобус? Уйди от меня. Я имею полное право находиться на жалобе. Ты мешаешь. Админобус X5 прочитай. Включение в жалобе можно уменьшить в ССРНГ АДГЛ Админ+. Ну то есть ебанько справа реально считает, что если у него по правилам разрешено вмешиваться в жалобы, то он может просто-напросто по приколу приходить вот так вот и мешать своими вкидами в чат. Охуенно. Ты мешаешь в данный момент в чате, написывая. А почему ты разбираешь жалобу над админобус и свою жалобу разбираешь? Ладно, потом превышение полного мощи. Не мешай мне. Уйди просто и все. Ну и че? Еще киев потензит. Ах 11 плюс ах 5. Ну да, ну да. Хорошо, короче. Как-то в данный момент у тебя, допустим, 11 пункт идет. У тебя еще идет превышение полного мощи. Этого пункта нету, просто и ворота не поменится. Ребят, уйдите, я жалобу разбираю. Считай правила повнимательнее, потом вы что-то делаете. Нет. АЕЕКС 19 плюс АЕЕКС 11. Грук, ну все против тебя сыграло в данный момент, ты это понимаешь? Ну, прям таки все против меня сыграло. Окей, хорошо. Я тут немножечко проебался, вместо пятого пункта, о котором я пишу в чате, там 11 и 8. В остальном же это чистейшая жалоба, которую можно было бы закончить за считанные минуты, если бы не несколько но. Первое. Если бы со мной на админзоне не стояли какие-то упертые отсталые ебанаты, которые считают, что если у них выше привилегия, то они могут не выдавать себе наказание, пользуясь тем, что я им сам не могу его выдать. И самая моя любимая часть на жалобах в Дарк РП, когда вот такие вот долбоящеры начинают переходить к якобы какой-то там второй стадии жалобы, где они начинают накидывать в ответ выдуманные нарушения, которые ничем не подкреплены. Ну вот на смену голоса и разбор своих жалоб есть разрешение, но никто об этом не спросил, потому что никому это нахуй не надо, а я отчитываться перед ними, но не считаю нужным, пока не спросим. Смотри, объясняю. Туда его. Админа бузы икс пятого тут в априори нету, потому что строительство это не РП процесс. РП процесс это отыгровка своей роли, своего персонажа, то есть арестка вы любите. РП это роль была, я считаю, не знал. А, рейд. Я не строю, а ставлю мины, ибо меня рейдят. Что ты мне посадил? Тебя в тот момент никто... Ну тут можно еще махинации, если это подтвердить. Собирались рейдить. А говорят, я высасываю из пальца нарушения, но вот нашелся сосун побольше. Махинации он пытается приплести в том плане, что, а вдруг возле моей двери никто не стоял, и я просто сидел в тупую, обкладывал квартиру минами. Но, если что, меня на тот момент уже пытались зарейдить два раза. Причем чучело слева в первый раз пришло, и просто так заэрдемило все, что там находилось у меня в помещении. Во второй раз пришло, получило пизды. И начало разглядывать, где же лежат мины, откуда идет дамаг, и чего нужно будет сторониться в следующий раз. Наверное, уже после этого объяснения логично то, что я сижу и обороняю свою квартиру и готовлюсь к какому-нибудь рейду. Я что, знаю, кто меня рейдить будет? Нет. Не, ладно, меня будет рейдить какой-то очередной долбоёб, но эта инфа мне ни о чем абсолютно не говорит. Там никого не было. Ко мне постоянно бегают в хату. Меньше скрипача надо было по утрам смотреть. И так, что я занят защитой дома, это и есть РП-процесс. Ты в тот момент вообще был за наемный. Наемник, насколько я знаю. А, нет, он может купить дом. Я сейчас тоже буду просто слэнки кидать. Меня кто-нибудь тыкнет, ну все, у тебя админом бушкат. Слово РП. А где тут будет только РП-процесс, вот это нужно задуматься. По его мнению, сделать достаточно интересную застройку со слэнгами против таких вот долбоёбов, как он, это недостаточный уровень РП. Сейчас мы посмотрим на его уровень РП, который он считает достаточным. Красиво. Что, блядь, это зло, я с тебя перепунили, блядь. Напоминает ключ. Давайте без этого говна, пожалуйста, уберите оружие. Я надеюсь, это не то. Я тебя, блядь, предупредил. Я вас тоже. Я вчера, я вчера с седьмой виндой пришел на одиннадцатый, я крутой. Ой, на десятое, на десятое. Че-то ты припоздал. Ты без ДОКВ выдал бан. Я выдал с ДОКВ. Это АХ-8. Я у тебя спросил. У тебя есть разрешение? Ты меня проигнорировал. Тебя отпустить не мог. Ты мне не дал конкретный ответ. Выдал нарушение. Окей. Плюс махинации. Ты мне не дал конкретный ответ. Какие махинации? Ты головой можешь себе подумать? АХ-8 плюс АХ-11 плюс махинации. Объясню. А восьмой админобуз без доказательства выдает наказание. Или же без какой-либо причины. Или же по личным причинам. АХ-19 плюс АХ-11 в данный момент убил дыра. Мне интересно, у кого же позиция-то лучше, чтобы у меня или у меня? Ну, если так логически рассуждать, то у тебя бан больше, если у тебя на бане только. Ну, если сможет, то... Ну, во-первых, он не имеет права разбирать жалобы на админобузы. Раз. Да, я что-то говорю. Разбирать свою жалобу. Два. Странный человек, на самом деле, как он мне... Типа он мне что-то говорит про мои нарушения, когда он сам нарушает, сейчас стоит и не осознаёт. Угу. Восьмой, одиннадцатая махинации. Восьмой, НСПН. А Х-8 это у нас что? Да он про НСПН, типа то, что это... А, это... Когда он мне не давал конкретный ответ. Хорошо, билдер, я тебя в данный момент забираю. А вот тут начинается пиздец дарк-рпшного масштаба. Посреди разборки, чел, который постоянно своими вкидами мешал, берёт и выдёргивает меня с незаконченной жалобы, чтобы рассказать мне за мои нарушения. Как же я это люблю. В данный момент он забил хуй на нарушения этого чела, к которому у меня были претензии. Это тоже считается нарушением седьмого пункта. Нельзя снисходительно относиться к нарушениям игроков. Потому что сейчас у тебя будут админские нарушения. Ага. Привет. Мы не закончили. Я жду выдачи его наказания. Поздравляю, у него нарушения нету. Знаешь, почему нету? Троительство дома это не РП процесс. Я говорю про другие нарушения. Ты не разбираешь её, не трогай меня. Зачем ты с жалобой уходишь? Нет никакой жалобы, ты влез в мою разборку и в мою. Я снял жалобу, короче, разбираю. Поздравляю. Ты меня зачем-то сейчас в зал утащил? Зачем? У тебя микро шипит, это мой собак. Выдай себе 2 дня и 5 часов за вот эти перечисленные мной пункты. Ах, 8 плюс Ах, 11 плюс махинации. Ты не можешь разбирать за админобузу жалобы? Тебе так. Он, смотри, билдер, он имеет... Он имеет полное право не выдавать себе нарушения, потому что ты демодератор разбирать жалобы на админобузу. Могу себе позволить, но выдача будет... У меня, где свободен, можешь идти. А ты тут не решаешь, кто куда может идти, ты зачем лезешь не в свою жалобу? Тогда давай, если он не будет выдавать себе нарушения, которые он якобы... Я не понимаю, зачем ты мне все это говоришь, я не имею интереса с тобой разговаривать. А я имею полный интерес с тобой разговаривать, знаешь, почему? Ну, меня это не волнует абсолютно, я не хочу с тобой говорить. Тогда я сейчас молча выдам тебе бан, и... Ах, 8 плюс Ах, 11 плюс махинации. Пошли, отойдем, 1 на 1 поговорим, тттт. У нас тттт разговор не мешай. Нет. Не буду уходить. Уходить. Я хочу тут находиться. Так, чё он там сделал? Так, он сказал 8 и 11. Ай, махинации, да? Ну ладно, так иди, смотри. Прописываем бану на М. Ну да, ну похуй, 2 дня там, допустим, гулять. 1 час нахуй. А, а. СОНСП 8. Я вам сейчас кое-что обязан буду объяснить, а вы будете обязаны послушать, если вы хотите понять, что будет происходить дальше. Сейчас происходит самое ненаглядное покрывательство своего друга или же знакомого ради своей или же его выгоды. И выглядит это все таким образом, что они отходят поговорить ттттт и договариваются вот о чем. Он выдает себе якобы наказание, от балды выписывает сроки, которые там доступны. Причем даже не те, что я сказал, он там допустил ошибку, часы неправильно выписал. Ну ладно, окей, но мы же понимаем, к чему это все идет. Если вы уже доперли без моих объяснений, поставьте видео на паузу и напишите вашу версию в комментарии. Ну а теперь моя очередь объяснить. К тому, что он якобы уже признал свою ошибку, вот он такой вот весь хорошенький, послушный, выдал себе наказание, а админ, точнее модератор, то есть я, оказался полным уебком, который ни за что ему выписал такие нарушения и заставил его себя забанить. И после этого акт вопиющего админа Буза, якобы с моей стороны, замечает вот этот вот никому не приглядный I Wanted челек, который берет, снимает с него бан и выдает его мне. И после этого он снимает с него бан, подписывая, якобы это была ошибка, как будто он разобрался в этой ситуации тут же за секунду и понял, что все мои решения, вердикты по поводу этой ситуации, которые потом он себе выписал в бан, были ошибочны. Затем этот долбоеб банит меня по причине админа Буза и снимает с него бан по причине того, что я якобы ошибся. И вот все счастливы, здоровы, бегают дальше на серваке, а я вот такой плохой модератор, остался в бане. А знаете, ребята, схема-то достаточно неплохая, ну, года для шестнадцатого, когда я играл еще школьником в Горисмод, РДМ-л, нарушал правила, покрывал друзей, будучи админом. Да, это все тоже было. И вот знаете, ребята, по моему личному мнению, отдельного говна, огромного в свою сторону заслуживают, не те ребята, которые как орангутанги заходят на Дарк РП или же на другую игру и начинают с листочка читать оскорбления. Не. Вот эта вот лживая ебучая прослойка на донатных админах, вот она заслуживает отдельную порцию большого кала в рот, просто потому, что они себя так ведут. Вы ж посмотрите любой ролик, это постоянно клондайк каких-то донатных челов, которые покрывают друг друга, блатят и из-за этого они избегают наказания. Это я сейчас на ролик заснял таких двух долбоебов, вы представьте, сколько таких на других серваках. С учетом этого в админ-зону тупо с огнеметом заходить не иначе. В сравнении с такими конченными, мне даже больше импонирует какая-нибудь обезьяна из ролика, которая сыпет оскорбления, просто потому, что он не стесняется показывать, что он долбоеб и обезьяна. А вот еще представьте, если бы на моем месте в этом ролике находился чел, который просто купил моддерку, и может быть не совсем знает правила, и может быть у него нету разрешения на разбор своих жалоб. Но он был бы в абсолютно таком же положении, как на ролике, и он был бы прав по факту. А что бы было? Да ничего хорошего на самом деле, просто потому, что его бы схавали эти уроды. Наборных админов на серваке нету, вышки писать обычный игрок вряд ли станет, потому что понимает, что его скорее всего проигнорят или же отправят на форум. А покупать разбан от наказания, которого ты не совершал, ну такой себе прикол, потому что, ну, нормальный человек на это не будет тратиться. Вот вам полная картина, что было бы, если обычный какой-то чел, который не снимает эту игру, у которого нету никаких завязок, зашел бы в Дарк РП и наткнулся бы на блат со стороны администрации, тем более донатной. Нет слов, просто мерзость, мерзость. Вонючая мерзость, и все. А теперь ты идешь ко мне. У тебя админобус X19 и админобус X11. Бан на два дня. Ты сам знаешь почему. Ты мне объясни. Ты мне объясни. Объясняю, ты разбираешь свою жалобу админобус X11, ты превышаешь свои полномочия, то есть разбираешь жалобу админобус X19. Неправда, напиши там уже. О, хорошо. Не дослушал. Первый улетел. Че теперь будет? Ух ты. Ошибка? Ух ты, ошибка вышла. Ебать ошибка. Ну ладно, хорошо. Алло. Я не отвлекал. Да не, не. Так, ну давай начнем по классике с демки, как мы любим. Да, поехали. Да, поехали сейчас. Сразу надо было мне написать просто. Прикола, того бы не было, если бы я тебе сразу не написал. Нет, зашел, у тебя разбанил, сказал, что парниши доступа не выдали. Бан просто окомодали. Ну, это видишь, они сейчас такие обезьяты, а там был бездель. Я же зашел на второй, меня со второго выжили. Начали постоянно прибегать то забаненные, взрывать мины, то челики по КД просто сишки ставят, и я просто как бы строюсь, строюсь, строюсь и строюсь. Думаю, ну ладно. Зашел сюда, построился. Аморал. Этот ННчик пришел, пообзывал всех, потом задеймил, получается, меня. Думаю, ну ладно, хуй с ним, хорошо. И пошел снова застроился. Приходит он снова, начинает рейдить квартиру, и улетает сразу же от умного дома, идеально застроенного. Версия 3.0 умного дома. А там версии такие, что я столько дубликатов в жизни не делал, сколько за два дня эти. И доступ к пробам далее хоть? Да, да, это вообще благодать. Заходит рейдит, умирает от умного дома, лежит, не ресается, наблюдает за тем, что я вообще как его убил. Вот. И я ему в войс просто говорю, хули ты подсматриваешь, съебался. И он лежит еще до сих пор. Тут уже в Дискорде видно, что я показываю демку, но у вас она не отображается, потому что вы можете и так отмотать ролик, пацаны. Нормально придумал, парень. И вот он как бы... Но не вы по сути тоже разбор свой играла? Ну, я об этом и говорил. Я разбавился, получается. Ладно, ладно, я все понимаю, почему он тебе сверху не дал битагейминг тогда, в таком случае? Не знаю. Ну, кроме войс-мода ничего не знает. Я тут уже пока строюсь. Вот. Этот мне типа вызвался помочь. И только я ему начал объяснять ситуацию, он тут же доебался до войс-мода. Пошел у Артура спрашивать. Артур ему говорит, да, все нормально. У него нету типа нарушения. Он от меня отстал на какое-то время. И я попросил ННа тэпнуться уже в админ-зону. Ты нарушила АХ-11 и АХ-5. Ты прервал процесс РП мой. Без доказательств и безосновательно. Забонил меня. Потом я узнал, что застройка не РП процесс, но все же то, что я с ним был в РП процессе, так называемом. Ну, там 11 точно есть у него. Да, вот. И по большому счету 8 тогда. Вот смотри, что я там написал. У него 8 и 11. И махина. Потому что он не узнал, есть ли у меня. 8 и 11, да? Да, вот. 5-й вас здесь не будет, по сути. Ну, да. Я тебе задавал вопрос. И вот он стоял так около минуты двух, просто спамил. Я его просил уйти, не уходил. Он говорит, а я могу. А я могу мешать жалобам. Я тебе задавал вопрос. Зови. Я тебе задавал вопрос. Имеется ли у тебя разрешение на Вейсмод? Ты меня игнорировал. Саморазбор улыбка. Почему будет саморазбор? Саморазбор чего? Потому что я увидел этого оружия. Не-не-не, он свой жалобы сейчас разбирает. Я тебе сказал, чтобы ты меня вернул и тепнул, как я сделаю дела. Так с чего? Ты проигнорил и молча выдал бан. Я тебе конкретный вопрос задал, и мне с удовольствием. Я должен был отпустить. Я тебе ответил. Я тебе конкретный вопрос задал, и на мне и нет. Ты мне не дал на него ответа. Какая проблема? Я сейчас в РП занят, и меня надо вернуться. Это не РП ситуация, когда ты что-то построишь. Свою РП ситуацию, что такое не РП? Стоп. Чему? Преисполнился. Демо. Почему демо-дерат? А вот я ему пишу, типа, можешь уйти вот этому вон-то душу? Ну тут можно еще махинации приписать. Махинации, это вот каким боком? Ну, я говорю, что меня рейдили, или же рейдят. Или же собираются рейдить. И он докопался до конкретно... До падежа, грубо говоря. Рейдили, рейдят. До времени, Глуполя. Ну, блядь, тут по демке видно, что меня рейдят, рейдили и будут рейдить. По-любому. Любой застройки приходят рейдить. Но он не смог, он обиделся, он сразу же тэпнул меня и забанил, блядь. Если это подтвердить... Собирались рейдить. Там никого не было. Ко мне постоянно бегают в хат. Меньше скрипачан надо было по утрам смотреть. Я отлично. И так, что я занят защитой дома. Это и есть РП процесс. Саёмник, насколько я знаю. Сыну, девица потом. Главное, ничего не говорить пока. Главное, ничего не говорить. От меня кто-нибудь тыкнет, скрыгнулся. У тебя обмену бухгалдили. Альт обнулся, они вокруг меня сидят, ждут, пока я за факовой иду. Я вчера... Я ему сказал, что... Ну, ты слышал на демке. Я говорю, дядь, я сейчас занят, ты меня тыкнет. Давай разберёмся, как только я закончу дела свои. А там буквально полминуты дать мне. Я наставлю мину, и я ему объясню нормально, спокойно. Нет, он решил просто молча заплатить. Сейчас же и пункт убрали из неадеквата, что игнорирование вопросов администрации тоже входит туда. Нет. Даже если и входит. Ну, короче, там есть лазейка, то три предупреждения должно быть. Ну, без исключений. Понял, всегда там первое, второе, третье предупреждение, потом выдаёшь. А, это я помню по прошлому ролику. Ну, вот он, короче, ничего особо не спросил, предупреждений нет. Спросил ему, ответили, дядь, я тебе отвечу на вопросы, только дай мне застроиться. Потом возвращай, спрашиваешь, что хочешь, хоть, не знаю, всю таблицу Менделеева. Ну, вот именно поэтому у него здесь подтверждается 100% на восьмой пункт. Какие махинации, ты с головой можешь с ним подумать? Ах, 8 плюс Ах, 11 плюс махинации. Объясню. Восьмой админобосс без доказательств. Эй, Эй, Экс, 11 плюс Эй, Экс, 11 в данный момент у билдера. Хорошо, билдер, я тебя в данный момент забираю, потому что сейчас у тебя будут админские нарушения. Маленько, маманчик, вы дали чуть-чуть власти. Я тебя забираю. А это, кстати, донатный, если не ошибаюсь. Мне Артур сказал, говорит, это Дон. Да, это не наборка. Не наборка? Не-не-не. А у тебя сейчас будут админские нарушения. Подавайте жалобу, я, если что, вам помогу. Только он, только я оказался в админ-зоне, он спрашивает, а что там за вопросы? Говорю, ты мне можешь там подсказать по поводу одного... А у вас есть разрешение на войс-мод? Помог, блядь, вот это помощь. Помогатор. С таким союзником, блядь, и враги не нужны. У Айванта в данный момент седьмой пункт сейчас будет, а он по итогу не разобрался с его нарушениями. Ты смотри, что я тебе написал вот в Дискорде. Я всё угадал, кажется. Почти. Пошли, отойдём один-на-один поговорим. Они уходят? Угу. Вот сейчас поймёшь или нет, в чём суть? У нас тет-тет-тет разговор не мешай. Нет. Там за каждый абуз по дню? Да, но... Без махинации на минимум час. Ну, махинации, да. Но поскольку... Сейчас смотри, какая схема. У тебя админабуз X19, админабуз X11, бан на два дня. Ты мне объясни. Ты мне объясни. Объясняю, ты разбираешь свою жалобу админабуз X11, ты превышаешь свои полномочия, то есть разбираешь жалобу админабуз X19. Нет, это не правда. Напиши тому же. О, хорошо. Седьмой парня. Восьмой у парня на лицо. За что тебе 19 и далее? Смотри. А я разбан не увидел. Он его разбанил? А ты сейчас увидишь, смотри. Не дослушал. Вот 22 разбан. Первый улетел. Что теперь будет? Ошибка. Ух ты. Ебать, ошибка. Ну ладно, хорошо. А со мной вышла не ошибка. И ты понял схему какую? А, ну. Сделали. Так, дожди, отдавай уточнющая угроза. Ты, может, пропустил в моменте. Гонки угрожал именно баном, чтобы все подтвердить. Он, правильно, несколько раз писал, что вот у меня такие-то, такие-то нарушения, вот и я получу за это бан. Когда он меня утаскивал, он говорил, что у тебя будет сейчас админские нарушения. Забираю, потому что сейчас у тебя будут админские нарушения. Потому что сейчас будут админские нарушения. Типа скрипач. Бля, пиздец, там чел микро в жопу засунул, думаешь, он чего-то стоит охуеть. Типа пениц в рот у тебя, блядь. Типа пениц в рот у тебя, блядь. Что-то еще можно услышать, пожалуйста? Да, ничего. Ну ладно, ладно. Типа скрипач. Вы можете не тот разбираться. У тебя ебет вообще, кто где разбирается? Комфортно. Я, кто-то спрашивал. А я негр опять. Он меня банит за якобы разбор своих жалоб. Ну так, ты же хотел забанить его. И его разбанивает по якобы ошибке. А ошибки там не было, он же действительно нарушил. Ну как бы ошибка была в том, что у тебя превышение полновочия, ты не можешь такое делать. А я выдал себе наказание, чтобы у меня не было админом. Ошибка была в том, что ты родился на этот свет вообще, друголек. Смотри, я думаю, мы с тобой сейчас как бы... Что ты там осуждаешь, закрой ебало. Ты, кстати, тоже ошибкой являешься. Ну, потом, блядь, попробуй с людьми адекватно общаться. С кем адекватно общаться? Ты заходишь в квартиру, с оскорблений начинаешь диалог. Как с тобой адекватно общаться? Ты же не человек. Ты не достоин называться даже человеком. Или же существом. Ты просто организм ебаный. Бреды там же, где мои просьбы тебя не мешать, когда я с ним говорил. Там же абсолютно. Вот куда ты их засунул, туда их опять засовывают, браток. И получается, меня выкинули, а его разбанили якобы по ошибке. Это типа такая схема. Они до этого еще договорились. Я его позвал рассказать то, что тут админа бузы X5 в априори нету, потому что это не РП процесс был. А, все, типа, а, а, а меня, я просто это, альтабнулся. Я просто это, альтабнулся. Ты ему типа объяснил, что, какое у него нарушение есть, какое нету? Ну, типа, да. Плюс махинации, я тебе демку показывал. Нет, смотри. На этом обсуждали, что он выдаст себе, и потом типа за ошибку якобы. Смотри, смотри. Куда нахуй смотреть? Я уже смотрю на долбоящера, который напизделся достаточно. Ну, зачем ты меня перебиваешь? Затем, что я хочу так. Я все это время? И мне будет ничего, админастрацию знать. Короче, смотри. Дешевый даун, нахуй. Махинация на админа бузы X5. Тебя попросил помочь ему разобрать. Он не разбирал его сам. Ты был как помощник у него. Ну, я ему, я ему, смотри, я ему и говорю. Ты здесь априори не можешь давать ему 19-й и даже, как говоришь, 16-й пункт. Потому что человек попросил тебя, и ты пошел с ним вместе разбирать ее. А потом почему-то решил доебаться до него. Ты понимаешь? Можно я скажу, пожалуйста? Нет, нет. Сначала мы вон там вот стоим с ним. Он говорит, ты наборка. Ну, типа, он спрашивает в админчат до этого. До этого он спрашивает, кто может разобрать ЖБ на админа буз. Я говорю ему, подавай ЖБ в репорт, я разберу. Я все понимаю, да? Ты можешь находиться на жалобах. Но в тот момент, когда тебя просят покинуть, тебе бы желательно покинуть. Хорошо, я учитывал данный момент. Да, ты учтешь, учтешь. Обязательно. Поплачь, пожалуйста. Че такое? Че случилось? А ты там накрутить хотел махинации, да? За то, что я оговорку допустил. Хотели рейдить, хотят рейдить или же рейдили, да? А че такое? Не смог, да, махинации иногда? Че, не помнишь? Этого не было, что ли? Хочешь? Ну, скажи, давай, не было. Упрости задачу. Так, подожди. Упрости задачу, я просто скажу, что у тебя еще одни махинации. Я вспомню хотя бы ситуацию. А я подожди. Я хотя бы полностью посмотрю свою дымку. Ну вот смотри, человек стоит и обсуждает его нарушения. Он их не разбирает. Ты почему проигнорировал это? Тварь ебаная, потому что. Ходитель наткнешься к нарушениям другого игрока. Но они там обсуждали, что он сейчас себе, ну так, просто для виду выдаст какой-то там наказ. И то, не то, что я говорил. Он выдал себе один час замык. То есть он даже неправильно себе выдал наказание. Уменьшил то, что ему тогда было уготовано. Но нет, блядь. Надо было схитрить, да? Интересно, а как сильно мозги хуем перемешивали вам двоим? Что вы думали, что это просто нормально так сойдет? Бля, я вот не понимаю, как с тобой можно адекватно как-то общаться? Ты смотри адекватный какой нашелся, закрупась нахуй, что ты из себя тут адекватного строишь. Так я вам дал карт-бланш. Я говорю, я выдаю преды и баны за неадекват, только до абсурда доходят. А терпят, потому что они поняли, что они говна просто похавали. Хуйца соснули. А я тебе вон про преды говорю, я конкретно... Да нет, я Иванту говорю. Второй раз просто пишет про преды, преды. А, я просто, я подал, ты мне сейчас что-то... А он просто из себя адекватного смотри строишь. С хулем подавился. Че такое? Вот смотрю, бесслез не взглянешь. Ща, погоди, мне в дискорде звонят. Да мне будто не похуй, кто тебе куда звонит. Че, как винда тебе новая, нравится? Да, прикольная. На винде нормально в гаррисмодик играет? Естественно. А че так-то, да почему у тебя нарушение, да хуя? Правила не открываются на новой винде. Ты можешь считать как угодно тебе. Що, типа, новый метод парировать или добровольное заглатывание, как это можно переначать? Смотри, короче, я спросил у Афродетки, у него есть разрешение на войсмод? Он ответил то, что да, но... Ну, конечно, после того, как его НН забанил, в тупу не уточнил даже этот момент. Ну, потом я, естественно, потом сам уточнил после его бана. А-да, наверное, до бана вот этим. Я имею в виду после ННовского... Ты че у вас, я не пойму, после 12.00 мозги отключаются? Так они не включались. Это морал, че, прикол-то смотри, короче, был. Я его тэпнул к себе, спрашиваю. Ты его тэпнул, спросил тебя, человек попросил дать ему 2 минуты тэпнуть, обратно его достроить, закончить, и потом можешь его забирать. Не, ну давай даже просто логически просто дай ему. Ну давай даже логически... Ребят, извините, ребят, извините. Ты че-то про логику говоришь, как ты логически рассуждать будешь? У тебя есть чем рассуждать логически? Давай забудем эту тему, давай забудем, что ты эту шутку скинул. У меня есть, у меня есть, да, да, оно и видно. Давай забудем твою шутку неудачную, про то, что тебе есть чем рассуждать. И перейдем дальше, что там говорили. Человек может просто сказать, да, есть, так и так, у меня еще просто роли не было. Он начал говорить, типа, мол, я сейчас буду. Вся он, ну, просто элементарно сказал, да, у меня есть решение, типа, на Вейсмод. Так и так. Да тебе попросили просто вернуть его на пару минут обратно, доделать дела. Ну, по сути, ничего такого не нарушит криминального. Верни его на 2 минутки, посмотрите за ней, что... А я ему ответил, когда он спросил разрешение на Вейсмод, он говорит... Вот про Вейсмод спрашивает, а я ему отвечаю, говорю, а с чего ты взял, что у меня Вейсмод? Больше ответов не было. Я говорю, просто верни, я тебе все объясню. Верни, все объясню. Он молча выдал бан и все. Ну, может, потому что, потому что охуел. Блин, почему ты их оскорбляешь? Они же не заслужили этого, просто-напросто пообузили админкой. Ну, вы сначала послушайте, как они разговаривают и ведут себя в первой половине ролика до прихода Куратора Сервака. Просто проанализируйте вот эту интонацию, слова, поведение, вот эти вот попытки накрутить нарушения. И потом еще приплюсуйте к этому всему админобузы, несколько админобузов с их стороны. Как только Куратор этот зашел на Сервак, они тут же побежали к нему оправдываться. Еще ничего не началось. Они побежали сразу рассказывать, вот мы его забанили, но он виноват был. Но они ничего не сказали про то, как они друг друга прикрыли. И если бы я просто не записал это на демку и не показал раньше, чем сказали они, то они бы так же продолжали бы делать и Куратор бы об этом, скорее всего, бы не узнал. Повторюсь, по моему мнению, это все еще более хреновый расклад, когда сталкиваюсь с нарушителем. Даже вот эти вот, правда, обезьяны, которые спамят оскорбления, не такие конченые, как эти. Ты мог, даже если ты не хотел его тэпать обратно, ты ему скажи, давай сейчас разберемся, я тебе верну. Ну ты мог же это сделать? Тебе надо просто ему сказать, давай там Discord тэк или скажи, есть или нет, там у кого удостить и прочее. Я у него и спрашивал конкретно, вот здесь решение его из мод, он начал меня игнорировать со словами типа отэкними дня обратно. Окей, даже с ума, хотя в тот же момент он был просто потратить. Смотри, даже, вот предположим, чисто гипотетик, где предупреждение с твоей стороны в его сторону за игнорирование отместа. В правилах в том же самом неадеквате это конкретно прописано. Я потом узнавал у Аркура после того, как его уже ванцы забанил, получается. Что за хипот билда? Он мне вот отвечает, типа, челки был салопат, кто с помощью выиграл Аркура после этого наказания. Кто-то мне отвечает, типа, просто я ему еще не... А, ну то есть тебе ответили то, что есть доступ на разбор своих жалоб и вот этот... А это уже... ...блюк в лесе. Бах, это ему одиннадцатый пункт, да? Он ему уже выдал, я пишу, типа, проверки, типа, мол, так и так. А на основании, ну, ёбаного чего, ты в целом изначально начал разбирать свою жалобу. Самый его саундпад. Ты тэпаешь его к себе и говоришь, у тебя ВА и выдаешь ему бан. Че, РП с ним? Твое привилегии разве дает полномочия разберки? Ну, типа, я, как бы, не вижу тут особо одиннадцатого пункта, типа... Слепой, 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 слепой. Эмен, у тебя было РП в этом моменте. Во время РП ты узнал, что человек использует посторонний софт. После чего ты вот тэпаешь и разбираешься с ним. С какого ранга у нас? Я не считаю. Своя жалоба. Владимир от рута. Бля, недоумок какой-то, нахуй, на этом галкураторе отвечает. На горного жила Балатмина, либо от покупного рута. Доступ к разбору своих жалоб у тебя имеется? Я не считаю. Илочку себе клади. Браток, а как ты с того света различаешь речь? Ну, вот тебе тогда будут вопросы. Как ты тогда с человеком убитым разговариваешь? Я убил, я могу на него хоть насрать поглумиться. Он пришел ко мне домой устраивать какую-то хуйню. Понимаете, ребята, стадию отупения у ГЛ-куратора, этого у вас на экранах, на MagicRP? Он поучаствовал со мной в РП-процессе, зарейдил мою хату. Да, для справки, это и есть РП-процесс. И после этого он берет меня тэпает и разбирает вот эту ситуацию, в которой он принимал участие. Но у него разрешения на это нет. И ему это уже говорит куратор, менеджер сервака, который, ну вот выше него, только все создатели остальные этого сервака, он говорит ему о том, что это является нарушением. И он сидит просто в тупую минуты 3-4, говорит о том, что, ну я не вижу тут нарушения, я не понимаю, почему у меня тут нарушения. Блядь, это просто какой-то пиздец. Алло. Внимательно прочитай, единственное. Да, блядь, он читать не умеет. Что ты запрашиваешь его? За 400 часов не смог осилить правила, не такие уж и большие. Ну смотри, ну вот, блядь, написано. Разбирай свои жалобы, если вы участвует в работе. На хуй ты нам это объясняешь? Мы и так без тебя прекрасно понимаем это правило. Сиди, учи, читай. Что ты до нас доебался с этим правилом? Потому что я этого не понимаю, как-то. Бля, ну а мы тут при чем, если ты тупой, на хуй? Если ты тупой, и ты не понимаешь очевидных вещей. Не понимаешь, к примеру, то, что огурец зеленый, помидор, блядь, красный. И ты спрашиваешь, а, блядь, почему? Вот это, например, тупой, блядь. Да, да ты буквально спрашиваешь, почему, сука, там вот так вот написано, а не вот так. Пиздец, вверх тупизма, гейлокуратор, 400 часов на серваке, даже 500. Полторы тысячи в гаррис моде, блядь, нахуй ты здесь играешь? Даже игру выкинь компно. Доказательство получилось, что у меня нету возимода этого разрешения. Доказательство получилось, что у меня нету возимода этого разрешения. Он точно в том, что у меня нет разрешения. Ты мне не отвечал на мой вопрос. Я, смотри, я когда набор поступил, мне точно так же прямого ответа не дали, но я не уточнил этот момент. Мне за это варм въебали. У меня он не в состоянии на вопрос ответить. Ты доказательство имел, что у меня нету разрешения на высмотр? Или не имел доказательства? Были железобетонные пруфы? Или не были? Блядь, если посудить, смотри. Блядь, да или нет, посудить, что ты хуйню мажешь дерьмо по стене. Сука, хватит уже. Да или нет, было или нет. Вот, тот же момент. Ведь я даже разжегал. Сука, ты глухой, я тебе сказал, верни меня потом обратно, тэпни, я тебе объясню, сука, все. Как можно быть таким глухим, блядь, я не понимаю, ты издеваешься? Сука, он реально еще под дозой, видать, он не понимает, что он делает. Это тоже ебло потушил. Че, выдаю наказание, Олег, хоть говорить? С ним говорить о чем? Он мучит хуйню какую-то, несет 20 минут подряд. Я мучу хуйню, ты себя вообще адекватно не дозди. Закрой ебало уже. Я даже смотреть не буду, сколько у тебя до этого было нарушений, потому что за твой сегодняшний пиздеж у тебя уже три из трех, нахуй. У тебя седьмой, восьмой, двадцать второй и, сука, девятый. Ну, девятый хотя бы пред. Три варна и один пред ты заслужил. Нихуя часик попиздел с парнями. Давай хотя бы два из трех и три пред. А ты на основании ебучего чего разбанил парня и вот там вот обсуждал, что давай ты сейчас выдаст. Сидел вот туда с парнем, блядь. Подлетел данный молодой человек и услышал фразочку от вас, что давай ты сейчас выдашь, а я потом разбаню. Блядь. Я тебя, блядь, просил лезть туда. Ты сказал, нет, я могу, я могу. Защику ты взять можешь, блядь. Нарушения накрутить. Заебали уже, блядь. Я пытаюсь поиграть нормально, никого нахуй не трогаю. Приходит один, руинит, второй руинит. Один обиделся, что его убили, блядь, взял, забанил. Второй потом так же. Скрипки привет передай, пожалуйста. Передай привет подписчикам канала Скрепка. Аморал хороший, билдер плохой. На вот такую штуку, можешь ему кинуть, и я выдам ему показания. У меня есть это, карательный USAS. У меня есть вот это нахуй. Вот на этой ноте цикл из двух роликов по умному дому подходит к концу. Ребята получили баны за свои нарушения, а также лишились донатных админок. Один из них уже был на админке два раза, и вот он снова слетает. Один из них под первой частью, под другим каким-то роликом, аж несколько комментов оставил с вопросом Норм подушил на третьем мэджике. Я так и не понял, кто это, и скорее всего он удалил комментарии, но я-то помню. Правда найти их не могу, и поэтому не покажу. Но факт остается фактом. Демка снова зарешала, и это самое классное из доказательств, которые можно предъявить на жалобе в ДРКРП. И самое интересное даже нет не в этом, а в том, что посмотрите, сколько роликов я выложил по этому странному ДРКРП, и абсолютно почти в каждом находится какой-то отшибленный от всего мира челик, который думает, что он один прав, а все остальные неправы. Я не понимаю, вот настолько сложно, что ли, просто прописать строчку бана даже на день, на два, и окей откупиться либо за промокод, либо пойти обжаловать на форум, и там, возможно, скажут, что ты был прав, и забанят того чела, который распорядился, чтобы забанили тебя. Я говорил об этом тысячу раз, и еще столько же скажу, а может и больше, то, что на моем месте всегда в таких роликах может оказаться любой другой игрок, который не имеет ни канала, ни ресурсов, чтобы об этом как-то рассказать, осветить это. У него, скорее всего, не будет желания идти на форум, куда-то стучаться в высшей администрации, уже по выше описанным причинам. В конечном итоге просто таких вот челиков, которые выживают других с одного сервака, становится все больше и больше, появляется какая-то огромная компания людей, потому что новички не особо захотят приходить на сервак, где они знают, что есть какая-то устоявшаяся компания, которая просто абсолютно всем мешает играть неугодным им людям. Это, кстати говоря, абсолютно проверенная инфа, уж поверьте мне на слово, я ни один сервак держал, и ни один сервак просрал или же закрыл по своему желанию. Вот не знаю, хорошо это или плохо, то, что вот такая вот мотивация, из-за такого опыта появилась снимать подобные ролики, решайте, в общем, сами. Угу, сидел бы сейчас, снимал какие-нибудь ламповые нарезочки за какие-нибудь профессии, или рофлы нарезки по играм, или же по Дарк РП. Угу, хуй там. Субтитры сделал DimaTorzok